Субтитры делал DimaTorzok Микрофон Так, теперь Я может громко кричу На эмоции На самом деле очень приятно, что нас пригласили Естественно, поделимся Какими-то своими инструментами Историями Мы сейчас на три гаджета работаем Отлично, все слышно, да? Здорово Чуть громче теперь Чуть громче, окей Вот так, ну а давайте по 10-бальной шкале Отметьте, как у нас От 1 до 10 слышно, видно? Замечательно Ну круто Ну давай ты расскажи немножечко про нас Про нас Мы семейная пара, ребята Работаем в этом бизнесе Супруга два года, да? Я полтора года Ну ты сразу мне все, ты вот скажи про Инстаграм Ребята, да Мы также работаем уже активно в соцсетях Подписывайтесь обязательно на наш инстаграм Следите за нашей историей Вот сейчас идет прямой эфир То есть кому в вебинарке будет плохо слышно Можете в прямой эфир зайти Но слайдов вам там видно не будет Потому что мы будем говорить о прямом эфире вебинарки здесь Так, ну что Давайте немного о нас Немножечко о нас Я начну про себя, Сергей, ладно? Так как я пришла Ребята, пришла в этот бизнес На самом деле в 15-м году, в июне До этого бизнеса уже пополнился в разных специальностях И на самом деле Росла я в достаточно очень бедной семье Мне сейчас 29 лет И росла, растила у меня мама В общежитии мы жили 18 лет Ну скажем так, что Было Нелегко даже не описать Мне кажется, было сложно Потому что были времена даже Когда вот эти 90-е годы Когда на заводе не давали зарплату А мама работала на заводе И кушать даже не было, да, ничего Вот, поэтому Вот это вот понимание, что работать на заводе Мне не хочется Это, наверное, сразу меня отрубило Честно, я всегда стремилась к чему-то красивому Прекрасному Была белой вороной Среди нашего общества, да, где я жила Наверное, я всегда отличалась, да И когда мне рассказали про работу в библиотеке Я подумала, чем черт не шутит Я пошла работать в библиотеку Для меня это уже был другой новый шаг, да Для кого-то скажут, фу, библиотека А я могу так сказать, это уже не завод То есть это уже не звонок Не от звонка, да, до звонка А уже какая-то работа в сфере культуры И работая в библиотеке, я приобрела очень классный опыт Я туда пришла в 17 лет Обычным библиотекарем Заработала за 2500 рублей Пробовала разные, да, разные сферы в этой библиотеке Для многих кажется, что библиотека это книжки Это скучно, но это не так На самом деле, очень схожа была работа С нашей сейчас работой Какая основа? Подожди, нет, мне артист Че я артист? Нет, не путай Какая основа, чтобы расти в нашем бизнесе Что нужно делать? Чтобы расти в нашем бизнесе Что нужно делать? Кто знает секрет? Я рекрутирую, конечно Говорить, рекрутировать, да, рекрутировать Это основа основа Подожди Вот основа основа, основа это рекрутировать То есть приглашать людей Вот когда я работала в библиотеке Вот вы знаете, я получила буквально через полгода Должность заведующей отделом Заведующей Как я получила, ребят? Да в каждой бочке была затычкой То есть участвовала везде, где угодно Бескорыстно Работала за небольшую сумму Но проявляла себя везде, где угодно И буквально через полгода Освободилось место Меня назначили заведующей отделом И вы знаете, я получила отдел, где было 20 карточек То есть 20 читателей 20 читателей Когда я уходила спустя несколько лет с должности Там было 500 карточек То есть 500 читателей моего отдела Схожа? Схожа Где найти читателей? Вы знаете, где угодно Но у меня еще такой вот был такой контингент Это дошкольники Это те, кто сами не придут То есть надо было зарекрутировать родителя Чтобы он привел еще ребенка ко мне в библиотеку Поэтому для того, чтобы у меня в библиотеке росла команда Я проводила массовые мероприятия Я никто этому не учил Я просто делала сама У меня начиналось вот с того, что там приходило 5-10 человек Потом у нас стало ходить по 50 человек В итоге отдел начал расти Министерство культуры заметили У меня в трудовой книжке есть запись За развитие культуры в Саратове и Саратской области От министра культуры Такая печать, подарок И вообще такая благодарственная письмо Классная Но знаете, в чем различие От той деятельности, от нашей? Вот если у нас, когда команда растет Когда рекрустинг растет Что у нас будет расти, ребят? Когда растет рекрутинг Когда команда растет, тогда растет и наш кошелек, доход Верно Как вы думаете? Книга-оборот в моем отделе рос Моя зарплата росла в библиотеке Догадайтесь? Ну, я думаю, наверное, догадайтесь, что нет, не росла И, конечно, очень хороший опыт я тогда получила Классный Но именно тогда я получила опыт Что, к сожалению, на этой профессии Я не дам возможности своей дочке Вот, вы знаете, у меня уже была дочь Родилась в 2009 году И я поняла, что, ребята, что-то надо менять И вот, кстати, помним, что мы купили с тобой квартиру, да? И что поменялось в нашей жизни? Это общество людей, с которыми мы общаемся Сразу же поменялось Как ты считаешь, общество, окружение? Общество, да, ребят, общество очень сильно влияет, на самом деле, окружение наших людей, да? И оно у нас тоже поменялось То есть из дворовой шпаны, которую мы тусили, да? Мы окунулись в другое общество Можем знакомы, скажем так, со школы с 13 лет И тусили у нас такой не очень благоприятный район Это нормальный район Ну, пролетарка, мать порядка называлась Да, и новая жизнь наступила, собственно, как раз-таки с появлением квартиры С покупкой квартиры То есть мы вложились, ну, сделали много действий И купили все-таки свою квартиру И в тот момент поменялось наше окружение Потому что это была, как минимум, новостройка Это была наша маленькая победа У нас родители нам, ну, не помогают финансово, ну, в силу, да? Мама у меня, да, работала очень на обычной раз Ну, простые, да, простые рабочие У Сергея мама не работала, да, домохозяйка А отец работает на обычной Поэтому нам нужно было рассчитывать только на себя Да, появилась у нас однушечка Мы так счастливы были Нам казалось, что это ого-го 40 квадратных метров, в принципе, неплохая однушка Но когда мы начали знакомиться с людьми, кто там живет Мы начали понимать, что мы далеко не достигли того, чего мы Возможности расширяются Когда начинаете расширять круг общения Сразу понимаете, что в жизни возможностей много Вы знаете, в тот момент я приняла, наверное, такое стрессовое решение для нашей семьи Я пришла и сказала, я увольняюсь, я ухожу работать в банк Да, для тебя, наверное, это было шоком Потому что, что такое, вы знаете, да Я рискнула, пошла работать в банк И вы знаете, когда я писала заявление из библиотеки Догадайтесь, что мне говорили люди Когда я им говорила, я пойду работать в банк Да, вот кому из вас родственники советуют и говорят, что, да Да, с ума сошла? Ты что? Вот прям реально фраза была дословная У Натальи Ивановны дочка пошла работать в банк Месяц проработала и уволилась Мы тебя обратно не возьмем Ребят, в вашей жизни всегда дойдутся советчики, которые не хотят в своей жизни ничего менять Они не хотят менять свою зону роста Но когда вам дает совет какой-нибудь человек Вам тоже нужно понимать А хотите ли вы прожить его жизнь? А хотите ли вы таких же результатов, как и он? И вот чаще всего, вы знаете, у меня промелькивает мысль Спасибо за совет, но я когда-нибудь сама разберусь И вы знаете, пошла работать в банк Пошла, стиснув зубы Страшно было Пошла работать и сказала, несмотря ни на что, я заработаю деньги И реально, да, начала зарабатывать, по карьерной лестнице начала расти быстро Просто физических лиц обслуживала, потом вип-клиентов, юридических лиц Стала бизнес-тренером Бизнес-тренеры вообще хорошо оплачиваемы И мне работа эта очень нравилась Очень Потому что работа с людьми Это обучение, я до этого уже работала с детьми Дети маленькие, вы знаете, когда в зале бегают детки Если мне интересно, да, рассказывают Мог ребенок просто сесть среди зала и сказать Мне неинтересно, да С детьми гораздо сложнее работать, чем со взрослым Поэтому мне со взрослым было, естественно, как-то интереснее Они ради уважения будут сидеть и слушать Вот, должность мне очень нравилась Но догадайтесь, сколько времени я тратила там на работу Догадайтесь, да Но это в среднем 8-12 часов Это была любимая работа Но ребенка своего я не видела Я начала зарабатывать два ресурса в нашей жизни Время и деньги И когда я работала в библиотеке У меня было время, но не было денег Когда я работала в банке, у меня появились деньги Но не было времени И тут еще Сергей со своей идеей Про индивидуальную Я всегда, у меня изначально, я изначально занимался бизнесом, да, в кавычках Покупал машины, подделывал, продавал Но казалось бы, что наварил что-то, да Хотя, что наварил, я потратил, чтобы делать Да, купи-продай, у него в жилке всегда было Изначально всю жизнь я хотел, да, иметь свое дело, свой бизнес Ну, бизнес серьезный, не такой мелкий А получилось меньше И все-таки, да, мы решились Взяли кредит Ребят, скажите, кто из вас пользовался кредитами, да Вы, есть такие? Давай вот спросим, да Кто кредитами вообще пользовался Пользовался или пользуется, или знал с ними дело Да Кабала? Начали с этого Ребят, Кабала тянет? Тянет Кабала? Да Жить с ними невозможно Мы взяли кредит, купили пять машин А давайте с вами рассчитаем Вот смотрите, в чем суть такси Пять машин Мы сдаем их в аренду И каждая машина нам каждый день приносит по тысяче рублей За аренду Вот посчитайте, если в день пять машин по тысяче рублей Это сколько доход в день? Пять машин, пять тысяч, да А если за неделю, шесть дней в неделю такси должен был привозить нам Шесть дней с пяти машин Первое, ну такси мы купили Такси, да А теперь вот, чтобы такси кто-то возил С чем мы снова столкнулись? Что нужно делать, ребят? Рекрутировать Рекрутировать Тогда нас никто не учил, как надо рекрутировать У нас под окном стояло пять машин Которые либо сегодня не едут Тогда у нас нет наших пяти тысяч рублей Либо сегодня едут Поэтому мы начали рекрутировать чисто Вот, вы знаете, интуитивно Как ты начал рекрутировать? Ну да, вид, доски, все Везде начали шарить Давать объявления, что требуется водитель Да, мы их сдавали в аренду машину Чтобы идти запустить, еще куча бумажек нам нужно было Да, еще связи Так, а связь есть, ребят? Нас слышно, видно? И чем этот... Да, все, ага Чем этот бизнес закончился, ребят? Машину одну в итоге разбили С водителем нечего было взять Да и, в принципе, больше полмесяца, наверное, машины стояли Да, то есть найти водителя оказалось нереально В общем, далеко 120 тысяч мы не нашли Да, мы ушли в убыток И кредиты темы выплатили Я прямо ждала, мы выплатили Тем не менее, практически два года у нас пробыл этот бизнес И выплатили мы кредиты, уже работая в этом бизнесе Бориклэй Тот самый кредит Даже мы продали машины, что от них осталось Да Благо, водители у нас все хорошие Вот Следят как за своими машинами Но опыт был у нас, да, опыт был печальный Да Но зато мы научились Но зато мы тоже приобрели опыт рекрутинга, понимаете? Да, мы поняли, что нужно приглашать, да, что нужно учиться рассказывать И это огромный опыт, наверное, для этого у нас и был, да, бизнес? Конечно Ребят, мы родители, мы родители двоих детей У нас сейчас дочки 8 лет и сыну 3,5 года И, наверное, это самая главная наша мотивация Да, вот дальше как раз расскажу Многие задают вопрос, а как же пригласить мужа? Давайте вот мою историю в бизнесе Пришла я, будучи в декрете Вообще про компанию Арифлейм я знала По-моему, у меня дальше будет слайдик Если не будет, то повторю Про компанию Арифлейм я знала Моя первая учительница, дай бог ей здоровья Спасибо, что она вообще здесь в моей жизни Она приоткрыла мне завесу Арифлейм, да Но 8 лет назад, когда она меня зарегистрировала У меня были вот такие шторки на ушах Я не слышала ничего Мне это не нужно было У меня не было мышления И вообще я ей честно писала Это я работала еще в библиотеке Я ей писала, Елена Владимировна Вернее, говорила Она мне названила и говорила Елена Владимировна, у меня нет коммерческой жилки Я никогда в жизни не смогу зарабатывать денег, как вы Я очень рада, вы ездите на классной машине Вы очень красивые Но я никогда в жизни не смогу этого делать Я очень скромный И вообще, и вообще, и вообще мне муж запрещает Да, так было, что меня зарегистрировали Я оформила первый заказ Про какие-то банкеты директоров я даже и слышать не слышала Вы знаете, мы как раз, по-моему, жили на съемной квартире Еще вот как раз, да, купили как раз квартиру Знаете, не до этого было И уже спустя много лет мне подруга выходит во дворе И рассказывает про проект бизнес онлайн Этот проект сотрудниче с Арифлэйм И вы думаете, да, и вы думаете, я зарегистрировалась сразу? Нет Два месяца я говорила, Джимиле, давай, давай Давай, ты молодец Я ей рассказывала про Елену Владимировну Я ей рассказывала, какая Арифлэйм классная штука Сама не регистрировалась А сами мы с Сергеем что начали искать? Ну мы опять же в бизнес хотели податься То есть у нас висели кредиты Даже в помещении мы уже нашли все Бэкмахерские свои Там у нас столько идей в бизнес было Вообще ужас Да, ребят И благо вот в этом бизнесе вообще учат людей читать И кто из вас знаком с Робертом Киосаки Квадрант денежного потока Знакомы? Читали? Да, Сергей, расскажи прям про эти квадранты Прямо пару слов Ну там вся наша жизнь, собственно Откуда идет нам денежный поток Ну да, в общем, в жизни Не только нам, а вообще людям И там очень интересные квадраты Это как раз работа по найму Мы здесь знакомы Я, кстати, похвалюсь Я не так давно уволился с работы по найму Безумно счастлив То есть посвятил себя сейчас полностью этому проекту Когда был у нас бизнес такси, я совмещал Мы совмещали, да, то есть такси То есть я не увольнялся, да, я работал Потому что понимал, что еще рано увольняться Это нестабильно Ребят, все, кто спешит на вот даже в этом бизнесе Поверьте, у вас всегда должен быть источник дохода Который вам даст на хлеб, да И в нашем случае Сергей всегда 12 лет работал на заводе Чтобы вот на этот хлеб у нас На те же кредиты На те же кредиты, да, были суммы Вот, сейчас, конечно, все То есть изначально, что у нас хорошие доходы И, да, Сергей уволился Ну да, ну вот как раз-таки работа по найму Это нестабильно, да И ни в коем случае добиться чего-то там нельзя Ну это ограниченные рамки И у многих есть разное понимание, что второй квадрант это Предпринимательство Многие думают, это круто Это вот там, где мы были По уши в кредитах, в долгах И в итоге прогорели Да И это вот и есть предпринимательство мелкое, да А вот Бизнес, ребят, бизнес, в котором мы сейчас находимся Это уже серьезная организация Причем организация людей, да Где уже организованы люди И есть понятие пассивный доход Да Очень важный момент Только в нашем, да В нашем, в принципе, проекте Я знаю такое понятие пассивного дохода То есть проделала работу успешно Получает себе пассивный доход Именно это сейчас нас цепляет в этом бизнесе То есть мы не рассматриваем другие способы заработка Потому что я понимаю, что именно в этом бизнесе Я могу реализовать все свои потребности Да, кто-то отметил, да Спасибо, Анна Быстрый рост Ну в принципе, да Что я могу сказать? Что я застала еще построение Когда были понимания спонсорская ветка или своя ветка Я не пришла на офлайн То есть я не застала все истории про офлайн, про очереди в банке Про каталоги несколько месяцев Про встречи, про поездки по области Для меня как большая сказка Я честно жму руку Те, кто вот еще застала времена до онлайн Потому что так получилось, что мы наоборот пришли в онлайн И теперь вмещаем офлайн в нашу работу Ну в принципе, расслиты Я могу так сказать Способы рекрутинга-то использовали и офлайн Потому что увидите сейчас структуру Моя директора у меня тоже из офлайна Из знакомых, да Но я пришла целиком и полностью на идею онлайн-бизнеса Вот, это круто Я пришла именно на идею бизнеса онлайн И для меня это было актуально Потому что сыну было год и два И сама идея сообщества, ребята Вот честно, первые три месяца, когда я выросла до 9% Это была не моя заслуга Это мне спонсор регистрировал людей Я вышла на 9% буквально вот со скачками А потом села на 9%, когда спонсор перестал меня регистрировать туда И я сидела три каталога на 9% И не могла понять, что происходит не так И вот благо у нас есть сообщество, ребята Вот многие задумываются А что же у меня люди не запускаются и так далее Может иногда они просто себя не находят Я вела планерки, я вела тренинги Мне очень нравилось, потому что я трендела целый день Чего мне не хватало Потому что когда вечером приходил муж Я ему говорила, поговори со мной Я уже год и два в декрете, мне тяжело А мужчины же, они же такие Им надо 20 минут посидеть в тишине Им надо покушать Муж у меня такой, работяга Муж умеет слушать жену Да, и он полгода был против Ну настолько против, что что ты обещал? Ну да, против, компьютер Ну, двух частей Ну, если хотел сделать Чтобы легче было работать Ну, поделюсь Сергей был против всего, что я делала Да, то есть против был социальных сетей До проекта Ну, давай я свое оправдание ставлю Не надо оправдываться Я просто констатирую факт У кого есть такое, что против родные или близкие? У кого-то против есть? Вот то есть вас не поддерживают Вот неважно, почему не надо оправдываться Они не поддерживают Молодец Потому что это их позиция Да, это их позиция ради бога Он не поддерживал И был против А я понимала, что По течению один У меня есть возможности здесь Я не была зарегистрирована Вот тоже онлайн Да, ребят, для меня без разницы Онлайн или уфлайн Я вообще не знала сути бизнеса Это раз Во-вторых, я не была зарегистрирована Ни в одной соцсети Кроме одноклассников В одноклассниках я никогда не рекрутировала То есть учила заново Первые вот эти До, сейчас скажу До 12-го каталога Где я на 9% Я тупо сидела И разбиралась социальными сетями Я не понимала, что делать Этот еще приходил в 4 дня с работы И еще я должна была успеть до 4 дня Вот И еще дети дома Год и 2 И 5,5 лет Вот вы знаете Я не знала даже, как загрузить фотографию в инстаграм Вообще не знала Но потом поняла, ребят Я спрашивала Выходила во двор Спрашивала Джамиля, ну что же делать? Она говорит, ну что рекрутировать? Она говорит, давай мне свой пароль и логин от контакта Я посмотрю твои диалоги Ребят, я возвращаюсь домой Я открываю свой контакт А у меня там ни одного диалога Вот когда вам люди говорят, что они рекрутируют Или что же делать? Просто попросите их скинуть диалоги Кто у вас практикует? Например, когда вам люди говорят, что я не знаю Почему не расту Вы просто попросите его, чтобы диалоги Или запись созвона Или скрины диалогов Переписок вам скинули Есть такая практика? Вот у нас теперь есть в структуре Прямо в обучении в первичном Вместе со спонсором Разбираем эти скрины Потому что чаще всего Их нет Вот так вот Это правда И вот вы знаете Когда в 12-м патологии Что-то сшило мне как-то Петух плюнул Знаете какой петух? Петух под названием Декрет закончился Год и 6 Начали Прекратили платить мне декретные Вот В чем пригодилось? 150 рублей А 50 рублей Да И тут вот вы знаете Пошло понимание Наверное осень Наверное понимание Что надо рекрутировать Я села Я разозлилась на себя Я составила график Ставила график такой Чтобы Ну знаете Успеть все Вставала за полчаса До просыпания детей Потому что Сергей Ты уходил в 6 или в 7 утра Да Я его провожала И садилась рекрутировала Тишина Дети спят Муж не мешает Потом занималась детьми В обед садилась Рекрутировала То есть к обеду У меня уже была регистрация Вы знаете Там была победа такая Одна страничка в инстаграме Одна регистрация Прощай страничка Да помните Еще спамом мы работали Поэтому блокировали по жесткому Но пошел рост И именно Вот 13-й, 14-й, 15-й каталог Я наверное Не помню Он у меня пролетел Просто эти каталоги Пролетели Потому что у меня пошел Большой поток структур Как я делала 150 баллов Если буш мне не давал деньги А мои декретные Закончились Вот честно Ребята Где-то в 12-й Я сидела в Reflame А в 12-й ночи Я доставала Открытки Скрабукинг Я начала Заплетать За денежку То есть Делать прически За денежку То есть Везде По-всякому халтурить Я не умела продавать И мне некому было продать Потому что я сидела дома С детьми И честно Жму руку тем Которые умеют продавать Я делала личный товарооборот Прямо для себя Вот эти 150 баллов Я понимаю Что я скорее всего Для вас вообще С другой луны Потому что Как рассказывали Саша Рассказывал на встрече Что как раз таки Наоборот У вас Офлайн встречи И хорошие продажи У вас ОС То я наоборот Другая история Я работала по команде И ЛТО 150 баллов И все Я никогда себе Вышу планку Никогда не ставила Вот Но как раз В этот период У меня пошли Ключевые партнеры Которые запускались Тоже в рекрутинг Это основа основ Ребят Кто хочет секреты роста А многие рекрутируют На впустую То есть рекрутинг идет У кого было такое Что вы набираете людей Набираете команду Она рассеивается Распадается Было такое То есть Вот Вплоть до 12 каталога Ребят Все люди Которые у меня были Вот с 12 каталога У меня пошел 12% в уровне Новый поток людей Новый Но он был другой Это была ключевая команда Которая что делала Рекрутировала Да Да И вы знаете В 16 И тут вот Когда я вышла на 12% Оля и Витя Кукушова Приехали из Валенсии Мы живем в одном городе В Саратове Она Моего спонсора Джамилия Спонсора Кукушова Оля и Витя Поэтому мы росли Скажем так За застольем Часто виделись Росли все вместе Я вышла на 9% У Джамиля на 15% Оля Кукушова По-моему Ужел золото открыла То есть Это было вот прям буквально На моих глазах И Вы знаете Мне Оля Дала браслет На Турцию Помните Квалификация шла на Турцию Они всем Кто выходил на 12% Подарили этот браслет И говорили Вместе будем квалифицироваться На Турцию Вы знаете Вопрос стоял Жизни и смерти Вот С 14-15 каталог Мы скаканули С 12 на 18 А потом на 22 Только потому Что была квалификация На Турцию Правда Потом была квалификация Переведена на Сочи Потому что Турция Нам запретила ехать Но в любом случае Вот эти квалификации Которые нам дают Они всегда дают рост Кто вырос Кто вырос На квалификации То есть Когда вам поставили Например Квалификацию На Болгарии И вы сделали Какой-то результат Например Директора Были такие результаты Вот у нас Так получается Что у меня На квалификацию На Турцию Я начала расти И быстро Сделал результат Что у Сергея Да Так получилось Ну давай Расскажем Как ты пришел Все-таки в этот бизнес Попросил Порекрутировать Нет Знаете Что произошло Когда я получила По Ты имеешь ввиду Когда заслуги Денежку Она принесла Домой И причем Денежку Больше чем Я на заводе За месяц Получила Она принесла Я думаю Вот это да И давай Искать книжку 10 уроков На салфетке И читать Кто читал 10 уроков На салфетке Надо читать На самом деле Да Открылась У меня Совсем другая сторона Медали Хотя Все равно же Она вебинары Проводила А я слушал Их в другой комнате Ну так или иначе Но тем не менее Да И С Кукушевыми Мы были знакомы Уже И с Горбаткой Мы были знакомы То есть Ну часто встречались Да Я сидел в стране И наблюдал За этой всей картиной Вот так сидел Ну закрытые Не пробьете Не возьмешь меня Вот Ну тем не менее Да Когда увидел Реальные живые деньги Уже у супруги Да Они Ну они были пока что В ОС То есть В объемной скидке Помнишь Нет Пока что уже По моему Нет ОС Нет Нет Конечно Что не знает Да У нас два разных номера Мы являемся Не одним держателем Да У нас два ЭП И два разных номера Ну Планируем объединять Потому что цена Сергей выходил на 22% Подольше Год То есть В 16-м Я находился на заводе Ребят И свое звание Делал Ну можно сказать Практически сам Да У меня классный спонсор Вот Сам Делал Да Ну вместе Работали Ну рекрутировал я То есть команду Рекрутировали Слава Богу У нас распределение обязанностей Здорово Вот этот дуэт Когда есть Именно Такая пара Ключевая Да Которую заснул Спонсор рядом Простался Спонсор рядом Не надо искать Всегда на связи Классные ощущения Ребят Капочка Может И кстати Ругаться Меньше стали Да Появилась общая цель Семейная Это очень здорово А кстати Многим Давай сейчас скажем Многие спрашивают Как привести мужа в бизнес Кого интересует вопрос Все спрашивают Как мужа привести в бизнес Или в жизнь Да Вот Через постель Неправда Шучу конечно Это шутка наша Что мужчина у нас Мы любим Так что Да Всем говоришь Что через постель На самом деле Ребят Я Сергей Никогда не звала У меня была Одна мысль Лишь бы мне давал Работать Ресторате Но вы знаете Был с ним На рыбалку Едем Я его на рыбалку Отправлял Среди недели Ехай Ехай Не нужно бы ехать Но потом Наступил такой день Когда у нас Какой-то пик Прям был То есть Мы прям Поругались Из-за Моей деятельности Да То есть Он За детьми Не хотел следить А дети В какой-то момент Когда я провожу Вебинар Что хотят Дома Вот Это естественно Нужно не узнает Или что-то Посуду Просто раньше Мы жили Мы с Сергеем Вместе 11 лет 11 И раньше Я его встречала С караваем У двери А тут Я начала Уделять Время себе Конечно Зона комфорта Мужчина Начала Меняться Я просто села И с ним Поговорила И мы проговорили И оказалось Что у нас Есть единицы Правда Пожили Серьезные На самом деле Разговоры Дальний Долгосрочный То есть Сегодня покушать У нас Цель И помыть посуду Чтобы чисто Было А я сказала Искренне Сергей Я это делаю Потому что Я вижу здесь Перспективы Для наших детей Я как раз Верну слайд Потому что Я сказала Вот Сергей Смотри У нас дочка Сейчас пойдет На гимнастику Купальник стоит Там 6-10 тысяч А туда Дальше Дороже Средняя поездка Там обходится 15-20 тысяч Чтобы ни в чем Себе не отказывать Спокойно ехать С ребенком Какая поездка На соревнования Как думаешь Если я выйду Работать в банк Меня будут отпускать На соревнования Нет Я хочу Чтобы Аня У нас пошла Учиться в лицей Ты сможешь Оплачивать Лицей Все остальное И остальное И остальное Я хочу Чтобы наш младший Ребенок Там ходил На футбол То есть Я ему описала Какую я Вижу Будущую Детей Но я задала Гораздо Большую планку Я задала Такую планку Чтобы наши дети Могли Позволить себе Учиться В любом Люди Ну то есть Это не то Что было Вам По душе У меня Так было Честно Я получала Первое образование Я подошла Выбрала Куда самый меньший Был конкурс Чтобы в армию Не ходить Знакома Ребят Что у вас Будет Будет ли наша семья Большая Какие будут Какие будут Нуки Сергей Как раз Эту лекцию Прослушал У нас калаш мечты Зато есть Да У кого есть калаш мечты Да Скажи чуть-чуть Сказала Да Глупость Какая-то Но тем не менее Мы его сделали В этом году И уже Ну практически Половину С этого калаша мечты Можно То есть Уже исполнилось Ребят У меня сейчас Стоит телефон Айфон Мы его купили За 64 тысячи Вы не поверите Ребят Я никогда в жизни Я пришла в этот бизнес Кстати У меня не было В телефоне интернета У меня был Доисторический телефон Кнопочный Вот Я работала только С ноутбука А потом Когда появился Новый телефон Я говорила Мне не нужен Дорогой телефон Потому что Я считаю Что это только Средство связи Вот Но потом Компания запустила Акцию Там да 5 личных рекрутов Что-то нужно сделать На первой неделе Айфон разыгрывали Я подошла На калаш мечты Наклеила этот айфон Но я подразумевала Что я Получу от компании Но потом Когда розыгрыши Все прошли Я не получила Этот айфон Да Калаш уже отредактировал Видите Мы тоже будем Редактировать Сейчас доделаем Потому что у нас Цель для пятого каталога Бриллиантового директора Открыть Вот И в итоге Мы поехали И купили Айфон За 64 тысячи Вы знаете Я никогда в жизни Думала Что никогда Там Ни в кредит Ничего Да Просто взяли Поехали Купили Классно Ребят На слайдик Все посмотрите Вот так выглядит Наша команда У нас сейчас У меня лично Четыре ветки Из них У меня Первая команда Лоскутова Елена Но она еще не закрытая Золотой директор Она в открытой квалификации В этом каталоге Закрывает старшего директора Потом Следом Закрывает золотого директора Мы с ней были В Сочи В Болгарии Лена Лоскутова Первый мой ключик Который пришел На 9% На 9% И вы знаете Это тот человек Который меня прям В ступор поставил Потому что Лена Лоскутова Мне сказала Альбин Зарплаты в 100-150 тысяч рублей Меня не удивишь А я такая сижу и думаю Мне бы хотя бы 1030 тут зарабатывать Я была 9% менеджером Лена сказала Я из Москвы Я занимаюсь туризмом И так далее И она пошла на саму Идею бизнеса И вы знаете Она запустилась Она тогда говорила Я искала на твоей страничке Ту самую богачку Которую я представляла себе Вы знаете Я была 9% менеджером А когда она вышла на 9% Я ее спросила Ну что Она говорит Ничего Что такое 9% Вот Но мы с ней пошли В огонь и воду И медные трубы И прошли очень многое Она мой золотой Ключевой партнер И мы определились Что она пойдет На бриллиантового директора До бриллиантовой И что я буду рядом с ней Мы действительно рядом с ней Это очень круто Вы знаете Это когда на расстоянии Находишь людей Единомышленников Которые дополняют тебя Мне всегда было страшно Потому что Лена у меня Закончила лучшую лице Или гимназию своего города Закончила московский вуз Она по моему дипломат По образованию Знает несколько языков Стажировку проходила во Франции Она сама путешествия была В Мексике В Финляндии В Испании Я нет Я только в Саратове И все То есть планка Она завысила мне Мне нужно было показывать Такой пример Чтобы она за мной тянулась И она говорила Что Альбина для меня всегда гуру Я ее помню Фразу Гуру Потому что у меня было видно Во всех чатах Во всех вебинарах ЛТО я сделаю Там Отмечусь Она тянулась за мной В итоге у Лены уже Есть закрытый директор Иришка Ерохина Это наш теплый Джамили Меня Это наша знакомая Которая пришла в бизнес Чуть попозже Чем мы И в итоге Иришка Очень крутой лидер Красная Такая С напором С характером Это очень круто Потому что мы с Леной зеленые Вот уже читали Или смотрели тренинг Скажите мне секретный Язык привлечения Смотрели Вот я зеленая Лена зеленая Джамиля красная Иринка красная Да изучаем Вот Сергей тоже красный То есть я вам могу так сказать Тандем зеленый красный Очень классный тандем Потому что дополняют друг друга Никто не лучше не хуже Они просто дополняют друг друга Вот У Иришки Ерохины тоже подрастает Команда классная Вот Алена Лобанова Красотка Вы знаете Мама четверых детей Четверо Но она Стройная Она такая стройная Вообще невероятно Ее просто увидеть Офигенно У нее тоже подрастают Скоро будут директора Теперь историю Про спонсорскую ветку То есть я опознала падение То есть когда я построила Свою первую команду У меня уже росла вторая команда И первая команда Где Лена Лоскопа была Она только росла Там две или три тысячи баллов было То у меня уже вторая веточка Была на 18% Но было одно но В этой второй веточке Работал лидер Который приведен не мною Моим спонсором И она была вот на 18% Вы видите сейчас она Второй циферкой обозначена Она доросла до 18% И Начала падать Сыпаться Знаете почему? Потому что я не работала С этим лидером Этот лидер был сам по себе И наверное это самое опасное Как ни крути Но нужно быть в тандеме Со спонсором Нужно быть в тандеме С командой Даже если вы уже крутой лидер Поверьте Нужно работать в команде Это очень важно Командная работа Вот И на самом деле У меня начала сыпаться Та структура Ветка Это было очень страшно И у меня началась депрессия Скажем так Да я начала плакать Потому что я должна была Выйти на 22% И буквально через несколько каталогов Могла открыть старшая И золотого директора И вот как раз в этот момент Сергей присоединился То есть я вроде бы 22% получила Но начала сыпаться ветка Но моя первая начала расти Первая команда А вторая сыпаться Поэтому роста не было И мы зарегистрировали Третьей веткой Сергея И сосредоточили все силы там Я подхватила из второй команды Людей Кого могла У меня сейчас ключевые партнеры Там очень классные Я знаю что мы выйдем на результат Мы с ними работаем Вот Но ветка Сергея Выстрелила конечно побыстрее Потому что там были только наши люди И сейчас у Сергея В одной ветке Была его Ольга На 22% У нее там вторая веточка 15% И вот Пономареву Ольгу Из Истры Я написала 22% Потому что она в этом каталоге Уже вот на второй неделе Имеет более 4000 баллов Я рассчитываю Что Оля у нас выйдет В этом каталоге Она тоже на это рассчитывает Да Она молодец И вторая веточка Вы знаете Мы тоже переживаем Такие разветвления То есть когда люди уходят И оставляют свои команды Да И вот у нас вторая ветка У Сергея Как раз таки Человек работал Работал И оставил просто две команды Ну не захотел Ну а что такого-то Да просто Не буду работать Вот и все Да И растет у нас там две команды У нас нет понимания Наша не наша ветка Мы со всеми работаем Мы работаем со всеми одинаково Вот И там тоже растим лидеров Вот И у нас четвертая веточка запущена И будем пятую, шестую запускать Вот Ребят Если есть какие-то вопросики Вы нам уже сейчас можете задавать Потому что такая тишина Давайте немножечко поиграем Да Расслабимся Насколько важна в нашем бизнесе Насколько важна в нашем бизнесе Отношения И умение строить отношения То есть многие бегут за званиями Приглашая всех-всех-всех И потом расстраиваются А что же вот он отказался А я всегда говорю Ну хорошо, что он на начальном пути отказался Я никогда построил две ветки И ушел И бросил людей Да Вот И Да Все напряженно слушают И вы знаете Я поняла, что нужно создавать команду Единомышленников Я потом вспоминаю Как я работала с этими людьми Которые ушли от меня Я понимала, что Именно Уходят люди С которыми мне изначально некомфортно Да, работать Уходят люди Которым некомфортно было в бизнесе Это не их Да, вы знаете, что Бизнес для всех Но не все для этого бизнеса Поэтому очень важно Делать эффективную коммуникацию Эффективную коммуникацию С командой Ребята Давайте вот сейчас Просто поиграем Вы либо визуально Рисуете Да Либо у кого есть ручка и листочек То нарисуйте Ручкой и листочком Ручкой и листочком Да, давайте поиграем Насколько у нас будет Эффективная коммуникация С вами Да, потом расскажу Вероник Про сопровождение Немного про планерки Созван Договорились Вот Хорошо Скажу Давайте чуть-чуть поиграем Я люблю Да, чуть-чуть расслабим Чтобы напряжение ушло Нарисуйте, пожалуйста, круг Нарисуйте, пожалуйста, треугольник Нарисуйте, пожалуйста, квадрат Если нарисовали плюсики, поставьте Круг, треугольник и квадрат Не, мне не надо Если нарисовали круг Треугольник и квадрат Нарисовали Скажите, пожалуйста Вот такая же картина у вас появилась? Точно такая же? Такие же расстояния? Такие же размеры? Получилось так же? Напишите Да, нет Сейчас я вам покажу, ребят Такая же у вас картина Получилась Да, нет Нет А почему? Почему, ребят? Казалось бы, все, просто она Че, там, три фигуры нарисовали Да Ну че же, не так нарисовали? Че-то не так нарисовали-то, а? Че-то вы не такие-то такие какие-то, да? Не такие, как я Че-то вы меня не понимаете, да? Нормально сказал, нарисовали круг, квадрат Все одинаковые друг за другом Мышление другое, разное положение Дать пример Ну, да, еще Что? Визуальный Слева круг, справа треугольник, снизу квадрат А, слева круг, справа треугольник, снизу квадрат По-другому, да, получилось? У меня все в одной фигуре Потому что все разные Ребят, а как нам работать вместе? Потому что не спросили, как Да ты умничка Потому что не спросили, как Ребят, можно вопрос задать, правда? Можно уточняющий вопрос? Клонишь к системе единомышленников Совершенно верно Да, то есть невозможно работать С теми людьми, с которыми Вы не мыслите одинаково С которыми вы не можете задавать друг другу вопросы Знаете, когда стенка на стенку Я с партнера спрашиваю Ты мне скажи, пожалуйста, да Лидеры приходят в этот бизнес Лидеры работают С ними круто работать Но у каждого свое видение Но в какой-то момент, да Нужно распределить, ребята И это есть эффективная коммуникация И этому я как раз научилась в банке Коммуникация, ребята Это не только обмен информацией То есть не сигналами, знаками Но информацией, когда мы обмениваемся Обмен информацией должен быть эффективным Когда в ходе данного обмена Две стороны играют роль Недостаточно просто передать информацию Про систему сопровождения Недостаточно просто написать новичку И сказать привет Как дела? Недостаточно Важно, чтобы новичок тоже понял Зачем спонсор пишет Иногда мне бывает так Скинули человеку анкету Анкету пишет Он говорит, я заполнил Спонсор такой мне пишет Она не заполнила Я говорю, а что ты мне это пишешь? Напиши ему и скажи Не видны твои данные Заполни заново анкету В чем мне это писать? Вы вдвоем коммуницировали Вы вдвоем обменивались информацией Вам нужно научиться взаимодействовать Давайте попробуем еще раз, ребят Еще раз попробуем И нарисуйте, пожалуйста Сейчас скажу А то сама забыла Иначе у нас с вами не получится Я, наверное, нарисовала И забыла, куда нарисовала Окей Если ошибусь в распорядке Я думаю, ничего страшного Ребят, нарисуйте, пожалуйста Посередине листа треугольник Нарисуйте посередине листа треугольник Спасибо Как-никак, директор Маленький А давайте стороны по 2 см Там, наверное, листочки где-то валяются Стороны по 2 см Нет, я где-то нарисовала Но у меня уже... Все Неважно, ладно Стороны по 2 см Равнобедренный Да, совершенно верно Равнобедренный Все верно Замечательно Теперь С правой стороны от треугольника Нарисуйте квадрат С правой стороны от треугольника Нарисуйте квадрат Размер 2, 2, 2, 2 Все стороны Равносторонние у него По 2 см Вверху, внизу С правой стороны На расстоянии 2 см Да Тоже по 2 см Непролимый Да Так, мы треугольник рисовали квадрат А с левой стороны круг Маленький Круг Ну где-то там тоже 2 см И тоже на расстоянии 2 см И все эти фигуры на одной линии Как считаете, сейчас у нас с вами коммуникация эффективная получается? Да Те же самые фигуры Да То есть, когда наш новичок бежит Он может на эмоциях Вы же тоже поначалу на эмоциях Я же вам сказала Квадрат Круг Треугольник Там в начале Согласился человек Зарегистрироваться Да И все И начинается Да И как там нарисовал Как что Да Вот так же Да Диаметр все 2 Ну, чуть-чуть, ребят Вот Распорядок я забыла Честно могу сказать Вырисовывала Ну, пускай у нас просто Разные Я вам продиктовала Да, но идея, задумка Понятна Да Получилось приблизительно так Только посередине треугольник С правой стороны квадрат А с левой стороны проб Угу Получилось? Да Замечательно Сама коммуникация Да Все Конечно Ведь задача ставилась конкретная Все верно И мы с вами уточняли Все верно Вот это вот как раз и основа Так, ну, теперь отвечаем на вопросики И я думаю, как раз в течение 15 минут И мы завершим Были вопросы по поводу сопровождения Да Расскажите систему сопровождения Немного про планерки и созвоны Расскажи про пятничные планерки Ну да, мы ввели пятничные встречи У нас изначально были, да У нас была неформальная встреча с нашими партнерами Потом мы решили немножко коммуницировать это как раз таки И сделали также пятничные встречи Только уже с итогами, да С итогами недель Прямой эфир в инстаграме у нас подключается Прямой эфир обязательно подключаем, да Команду подключаем Люди сами приходят Обсуждаем многие темы Сейчас наш основной функционал с Сергеем Это мотивация для команды Как ни крути Чтобы не происходило Функционал золотого директора Поработать с командой Это давать мотивацию Если говорить про первую, вторую, третью команды То это уже директорские структуры Или там 15 и выше И соответственно наш функционал Давать мотивацию Для новичков Для растущих менеджеров И это как раз та самая встреча с нами Если касаться четвертой команды То там уже не до мотивации Там конкретные инструменты Если читали систему PRO На которую мы сейчас ориентируемся То по системе PRO Как раз это все расписано Если я запускаю новую команду Если ко мне приходят новички Вот да сейчас будем запускать пятую, шестую команду Я понимаю, что я с ними должна работать Вот с уровнем менеджера Если уже директорские команды То с ними работаем с точки зрения мотивации Поэтому какая система сопровождения Система сопровождения как раз ступенчатая Инструменты для работы Работа с новичками Запуск новичков в бизнес-процесс Инструменты для работы С ключевой командой Кто такая ключевая команда В нашем понятии Это те, кто делает личный товарооборот Рекрутинг и сопровождает Работа с менеджерами 9% и выше Выращивание из них лидеров У нас еще есть такая фишка У нас сайт есть, который получают партнеры с 9% уровнем Но за определенные условия выполнены То есть там личный рекрутинг должен быть Больше трех личных преградов за каталог Личный товарооборот от 150 баллов и так далее Соответственно планку завышаем Это уже выращиваем лидера И от 15% там уже лидерский качество Это внешность ситуационная Лидерство Васильева Это вообще просто огонь Я сама выросла на этом видео Естественной команде Рассказываем офигенные Читаем книги Вот Поэтому по сопровождению Важно все комплексно И вот у меня Вы не поверите У меня лежит ватман Потому что сейчас как раз работаю над этой системой Вот системой сопровождения Вот просто у меня расписано это все Если кому интересно То инструменты должны быть следующие Первое это чаты Чаты в любом случае должны быть активные И разнообразные Рассчитаны на каждую категорию людей То есть если это новичок То чаты должны быть для новичков Если это менеджер 9% То другой чат для менеджеров Второе Второй инструмент это каналы Кто в телеграме есть Сейчас очень удобные информационные каналы Как ни крути Вы там не разберете Там просто я к тому что Просят показать Там я в деле разбираю То есть я вам сейчас объясняю Что вот есть уровень Новичок Ключевая команда Менеджеры Есть лидеры И так далее И так далее И так далее Вот Соответственно каналы тоже Нужны Раньше мы лезли на YouTube Раньше мы искали Извне Сейчас люди из телеграма не влезают Телеграма универсальный инструмент Для работы онлайн Он очень много дает инструментов Нам его изучать Изучать Вот поэтому Камал тоже важен Дальше Система вебинаров У нас по структуре У Кушевых Отработана система Вебинаров Мы были У основания Этой системы Вели Помню что я вела Вебинары каждый день Сейчас уже практически Не веду Потому что Ну там Новые спикеры Спикеры нарабатываются Вот Потом Созвоны Какие созвоны у нас есть Первое Когда приходит партнер Новичок Он регистрируется У нас есть созвон Вводный курс В течение 24 часов То есть Когда ты общаешься с человеком Созвоны могут вести Только лидеры Активные Которые рекрутируют То есть Те кто не рекрутирует Я им запрещаю Вести созвоны Потому что Если человек не рекрутирует Ну толк Правда Да Потом второй созвон У нас называется Выход в рекрутинг Что значит Выход в рекрутинг Вот он обучение прошел Подготовил платформу На выходе в рекрутинг Мы обговариваем Систему работы График И вот он выходит В рекрутинг А маркетинг план Еще созван И вот он выходит В рекрутинг У него первой недели Не получается что-то И он отправляет У нас Сереге Да Называется Работа над ошибками Нормально? Связь есть? Не знаю Сейчас Сейчас посмотрим Пошли плюсики Да? Есть связь? Да? Да Все хорошо Замечательно Вот И Сергей ведет созвон Который называется Выход Работан дошли Разбираем диалоги Разбираем общение Понимание сути бизнеса Собственно Того Кто пытается донести Если он сам не понимает Да еще Как он донесет То есть с этим тоже работаем Именно прям индивидуальная работа проходит Нет, не индивидуальная, а групповая То есть смотрите Индивидуальная Да На начальном этапе у нас проходит созвон Вводный курс Выход в рекрутинг И маркетинг план Это мы запускаем Потом человек включается В ключевую команду Вставим основу Личный рекрутинг ЛТО Сопровождение И тут несколько групповых созвонов Каких? Это работа над ошибками Это созвон по сопровождению Это планирование золотого директора И это знакомство с новичками То есть это групповые созвоны Которые уже организуются Скажем так Где-то раз в каталог Или в неделю В зависимости от активности у нас Потом Это само обучение То есть обучение тоже разработано Для уровня новичка Запуска новичка Что там нужно на начальном этапе давать Мотивацию Понимание сути бизнеса Знакомство с продуктом План проставить Вообще вот когда на водном курсе Я провожу водный курс Я ему рассказываю Рассказываю Вот я так там была В Италии В Греции В Турции В Болгарии Вот сейчас доход Там вот Да Премии 5,5 тысяч долларов Получили Вот сейчас премия придет 3,5 тысяч долларов Плюс 100 тысяч рублей Я ему все рассказала А потом я ему задаю вопрос Да А потом я ему задаю вопрос Скажи мне пожалуйста Что для тебя было мотивационным И реально я получаю разные ответы Кто-то говорит Мне хотя бы тысячи две Мне хватит А кто-то говорит Блин я бы путешествовал А кто-то говорит Мне автопрограмма И вот на этом этапе Я говорю Вот твой план И вот по этому плану Мы начинаем обучаться Естественно Дальше обучение Основано на запуск рекрутинга И на сопровождении команды В первые же дни У человека должно что появиться Регистрация 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 Мотивация Вообще действия То есть мы мотивируем На эти действия И еще во время обучения У него уже как правило Должны пойти регистрации Да То есть мы к этому стремимся Да Не ждем когда закончат школу Пройдет это все обучение И наберется знаний полностью Да Нет Мы уже На начальном этапе Посылаем именно на рекрутин На теплый Да Как минимум Теплый рынок Теплый личный бренд Да Личный бренд Да Со всех сторон Вот И соответственно Следующее обучение Это какие-то Ну как я их называю Стихийные То есть вот например Сейчас ребята у меня По растущим веткам Организовали Сделали каталожку То есть обучение С определенным сроком Каталожка Да Где там они Разбились на группы Где они будут Отмечать количество баллов Которые они заработали Вот И соответственно Ну это ориентированный рекрутинг Вот недавно был ГУД ГУДА группа ускоренного роста То есть какие-то стихийные обучения Потом обучение 9% уровня Вот только что я провела Планерку для менеджера 9% уровня И сейчас вот К вам пришла на вебинар Вот И еще встречи Уфлайн встречи Никто не отменял Кстати В зале В зале Вот и Прямый эфир у нас завершились Сейчас мы их включим заново Сейчас мы уже закончим Вот Соответственно оффлайн встречи Кстати 17 декабря Я лечу в Москву Еду в Москву На один день Специально Чтобы встретиться С моей московской командой Недавно мы были в Питере Недавно будем в Москве Да То есть постоянные Вот эти встречи По возможности с командой Потому что они заряжают Правильно Александр говорил Правильное совмещение Онлайн и оффлайн Да Дает хороший результат Да То есть это основа основ И оффлайн Естественно Ну С командой Мы стараемся встречаться Или в кафе Или в сервисном центре Иногда организуем Какие-то фотосессии То есть это у нас Конечно в работе есть Шаблоны Какие-то Или инструкции Даете им Для приглашения знакомых А вот Мы знаешь Стараемся Именно Я Так как я работала В продажах Ну Я учила Продавать Я не умею продавать Но учила людей продавать Вот Ну В каком смысле В начальном этапе У нас есть Созвон еще С партнером С новым Да Мы обговариваем Его как раз И цели Ценности Да Зачем он пришел Нет не о том Подожди И обговариваем Алгоритм Шаблон Вот шаблон Мы обговариваем Понятие бизнеса С человеком Да Когда он его понимает И он нам сам его доносит Вот То есть я доношу что Упновление контакта Выявление потребностей Презентация Работа с возражениями И завершение сделки То есть мы учим основу Чтобы он понял Суть бизнеса Он понял Да Только тогда Мы ему можем сказать Пригласить человека Именно на эту идею бизнеса Да На этот бизнес Да И тогда он спокойно Уже Если он не может донести Да Ему там Как-то неудобно Еще не уверен в себе Он может привести Вот по скриптам Вот видишь По скриптам Спрашивают Ребят У нас был опыт Когда мы работали Шаблоном По скриптам И я Ушли уже давно Почему Потому что Интернет Заполонили Вот эти вот Постоянные шаблоны И мы Постараемся Так вот То есть Вот сейчас я вам скажу Вот даже Вводный курс Который я веду Причем у нас Первое знакомство Второй рассказ О возможностях Компании То есть я говорю Ребят Вы не решаете За других людей Вот вы рассказываете Начиная от возможностей Что можно работать С любого уголка мира Можно работать Рассказывайте через себя То есть если я была Мама в декрете Раньше Да То я приглашала Именно через мамство В декрете Что вот я стою на кухне У меня тут вебинар идет А я вот такая молодец Рядом с ребенком Вот я с ним на соревнования езжу Сейчас у меня Чуть другая концепция Потому что я уже Бизнес-вумен Да Все как-никак И Поэтому просто мамством Я как бы уже не беру Я рассказываю через успех И ко мне по факту Сейчас приходят Именно успешные люди Не просто мамочка в декрете Вот то есть Через возможность Через свою историю Приглашаем людей Учим говорить от души Это очень важно Потому что Опять помните Эффективная работа С единомышленниками Работа в одной команде Это основа основ Когда у вас Вы приглашаете Через себя Через душу Через сердце Люди приходят Ну да Когда это действительно Искренне Вы приглашаете людей Не из-за баллов Которые они сделают А приглашаете людей Именно Потому что Вам с ним Надо будет На банкете директоров За одним столом Сидеть Вы же не хотите С кем попало Сидеть за этим столом А с вашим Лучшим директором То есть Изначально Нужно с этими мыслями Идти В рекрутинг То есть Мы на это еще Направляем людей То есть Тебе в этом самолете С ним лететь за границу За счет компании Тебе сидеть с ним За одним столом На банкете И так далее То есть Мы стараемся Людей Не только Как партнеров Но и как друзей Скреплять Очень важный момент Когда и команда Сильная получается И мощная Единомышленники А тебе с ним В аэропорту Ночью сидеть В Домодедово Точно Как вариант Ну да Как мы чемоданы Оставляли И бегали Да там По магазинам И бегали там Покушать И когда все вместе В Домодедово Да Собирались Даже мы Собирались Из разных уголков Мира С командой И все собирались В одном месте Это было действительно Очень круто Да Какие книги Советуйте Почитать Анют Дон Пайл 10 рук На салфетках Бизнес Трафарет Даде Роберт Киасаки Богатый папа Бедный папа Квадрант Денежного потока И в твоем случае Тебе сейчас Нужен Бухтияров Система Мотивационного Рекрутирования И мастер Работы С возражениями Вот система Мотивационного Рекрутирования Мне очень нравится Тем что Вообще Грамотно Подводит Как Как задавать Вернее Как делать Так чтобы тебе Задавали вопросы Которые Нужны тебе Бухтияров Вообще Вот как Сейчас Я знаю Просто Да Это из моей Команды Поэтому я знаю Что тебе нужно Рекрутировать Сейчас Моя основа Сейчас На ВВО Сходить В ВВО Слушать Как У сути бизнес Рассказывает Настя Сходить К Сергею Созвон Да Поговорить С ним Поболтать И В рекрутинг Да Бухтияров Очень Сережа Напиши Чтобы он С тобой Лично Созвонился И запустил Тебя В рекрутинг Тебе Нужно Сейчас Учиться Грамотно Рассказывать О сути Бизнеса Основа Основ Но Чтобы тебе Понять Как Грамотно Рассказывать О сути Бизнеса Слушаю ВВО Каждый День Она У нас Идет Слушаю ВВО И Не пускай Слегкостью Приглашая Людей Все Ребята Кто Слушает Прямой Эфир Еще Не В нашей Команде Я Жду Свою Команду Потому Что Я Запускаю Шестую Команду Мне Очень Нужны Мотор 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 Котор Хотят Работать В любое Удобное Для них Время На этом В принципе Я завершаю Если больше Вопросиков Нет Все Тогда Я Отключаюсь Спасибо Всем Огромное Если Что Пишите Нам В инстаграме Альбина И Сергей Пищенко Всем Спасибо Пока Пока Привешаем Прямой Эфир Всем Спасибо Друзья Давайте Искупаем В наших Виртуальных Аплодисментах Вам Огромное Спасибо За вашу Открытость За то Что вы Делитесь За ваш Позитив За вашу Историю За ваш Пример Да Вот Я у вас Научился Тому Что можно Одновременно Проводить Прямой Эфир Проводить Вебинар Да И проводить Прямой Эфир В инстаграме Либо в контакте В общем Вы большие Молодцы Друзья Прошу Каждого Из тех Кто Сегодня Был На вебинаре Дать Обратную Связь В чатах Мы Эту Обратную Связь Передадим Альбине Сергеем Им будет Очень приятно И важно Получить Проанализировать Наш с вами Обратную Связь Ну что Еще раз Огромное Спасибо Каждый Сам для себя Взял Какие-то Полезные Вещи Я для себя Взял Пример Того Что Не важно В какой Ситуации Находишься Просто Нужно Продолжать Делать Падают Команды Поднимаются Команды Хотят Люди Расти Не хотят Люди Расти Просто Нужно Продолжать Делать Спасибо Вам Большое Благодарю Вас За Сегодняшнее Продуктивное Выступление Роста Вам Желаю Вам В следующем Году Однозначно Бриллиантовую Команду Компании ФМВАйТи Мы Вас Догоним И обгоним Работаем Спасибо Большое Редактор субтитров Редактор субтитров